Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сейчас смотрю на себя и понимаю, что вот эта помада в кадре смотрится просто ужасно. Хотя в жизни это очень красивый ягодный оттенок. Сегодня у нас незапланированный Макдональдс. Я обожаю Мак, вы это знаете, и заказала все, что я так сильно люблю. Изначально сегодня вообще должно было быть видео про рыбку. Купила рыбу красную, точно не знаю, как она называется. Ну, в общем, она была в упаковке. Купила я в Браво, который находится очень далеко от моего дома. Не на скидки, никакие не распродажи. Взяла, и она оказалась не свежая. То есть я открыла, и не знаю, она должна так пахнуть или нет, но действительно от рыбы воняет каким-то пластиком и пластмассой. Упаковка там была герметичная. Посмотрела на сроки годности. Вроде как есть еще месяц. Но факт остается фактом. То есть она воняет. Если бы срок там бы прошел, я бы сходила и вернула. Но я боюсь, что мне не вернут. Скажут, что она так и должна пахнуть. Причем дорогая была рыба. Жалко, конечно, потраченные денюжки. Но учту. Такое ощущение, что она упакована в пластиковую упаковку, которая герметично закрыта. Такое ощущение, что эта рыба осталась под солнцем. И как бы вот этот запах пластика и вкус он пропитал. Рыбка пропитала. Мне просто туда идти полчаса, возвращаться полчаса. Неохота. Быстренько заказала Макдональдс. У нас вообще в Баку наверное штук 10 или 15 Макдональдсов. Жалко, что под моим домом нету Макдональдса. Ну, до него идти пешком, если идти. Минут 20. Ну, в общем, до этого супермаркета идти полчаса пешком и полчаса обратно. Это час моего времени. Там что-то разбираться и все дела. Лучше я за это время смонтирую видео для маминого канала. Просто учту на будущее, что если покупать рыбку, ни в коем случае не заморожено. в нормальном состоянии. Не в этих пластиковых упаковках. Пока красилась, смотрела интервью Манижи. Ну, та, что на Евровидении будет сегодня выступать от России. Мне настолько она понравилась, как человек. такая простая, такая свойская. Видно, что никого из себя не строит. Очень понравилась. Ну, к сожалению, песня ее меня не очень зацепила, на самом деле. Если вот сравнивать другие страны, не беря в счет нашу участницу, то есть мне понравилась Израиль. Девушка очень яркая. Песня крутая, зажигательная. Ну, а так достойные все. У всех зажигательные номера. У всех офигенные участники. Просто что-то тебя цепляет, прям ты хочешь слушать, 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 а что-то нет. В последнее время что-то уже не смотрела Евровидения, даже какого-то интереса уже не было. В соцсетях начала уже натыкаться тут, там, что Евровидение. Я как дура вчера. На Ютубе есть канал Евровидения. Там был прямой эфир. Оказывается, и полуфиналы все были трансляции на Ютубе. Я подумала, блин, как удобно без рекламы смотришь, не включаешь телек, сидишь у себя там в комнате. Я что-то купалась и начала смотреть. Я думаю, это финал. Жду, жду, жду. Оказывается, это просто какой-то выпуск. И вот даже не додумалась загуглить, когда финал Евровидения 2021. В прошлом году мне очень понравились участники из России Little Big. К сожалению, не было Евровидения, но я бы опять бы отправила их. Их клип набрал рекордное количество просмотров. Это был просто шедевр. Этот пухляж на заднем плане был вообще отдельный вид искусства. Вот эта вот песня их на умну. Вкусно. Сегодня, кстати, приехала уже мама. она всего приехала на день. Получается, кто не знает, зачем она едет в деревню постоянно, могу объяснить. У нас в деревне есть участки, за которыми нужен уход. То есть, мы посадили деревья, точнее, мой отец, чтобы в дальнейшем от этого получать дивиденды, так скажем. деревья вырастут, деревья вырастут, будут приносить плоды и продавая плоды будем получать денежку. Но, блин, уже сколько лет? Шесть лет мы просто вкладываем тупо в этот участок. каждый сезон. Вот сейчас там выросла трава, ее надо скосить, сделать прессы и типа мы продадим. Кому продадим, непонятно. Об этом история умалчивает. вы думаете, что в деревне, например, рабочая сила стоит очень дешево, вы очень сильно ошибаетесь. Например, полить этот участок стоит 4000, 4000 один раз, а за год получается, надо раз в 4 полить. Вот. Вот. Кроме этого удобрения, косить траву, например, где-то деревья высохли, нужно обратно посадить новые. То есть, это кажется просто, мне тоже всегда казалось, что это очень просто, деревья сами по себе вырастут и будут приносить мне плоды, просто нужно немножко подождать. Нет. Все намного сложнее. Вкладываем, вкладываем, вкладываем. Дай бог, когда-нибудь мы будем оттуда зарабатывать. я не знаю, как в других деревнях, но в деревне, в которой родилась я, там многие стараются куда-то устроиться на работу, на постоянную. Там многие устроились пожарно. в городе там правда ехать надо немного, но зарплата офигенная, у них очень хорошая зарплата. Если я говорю очень хорошая зарплата, значит действительно хорошая зарплата, потому что я в этом плане очень жесткий критик, в общем, устроились. суть в чем? Люди не хотят кому-то там идти работать за деньги, где-то колымить. И правильно, с одной стороны, не хотят заниматься каким-то земледелием, где, например, прибыль сезонная. Летом ты кайфуешь, заработала, а зимой что делать непонятно. Другой сосед пошел там после армии работает военным. В общем, все как-то устраиваются, другой на заправке. Молодежь не хочет заниматься земледелием, кому-то работать, и, следовательно, рабочая сила тоже в деревне очень сильно подорожала. в гостях. бургер после того как мукбанг снять не получилось у меня была картошка получается и рыба рыба пошла сразу в мусорку потому что даже двигатель ее есть не стал у меня была просто куча картошки вареная я предложил бабушке бабушка сказал что она не хочет мне просто было жалко прикиньте я села все это просто села просто потому что мне жалко я могу одежду например не ношу выбросить кроссовки те которые носила в деревню просто с легкостью души взяла выкинула но когда дело касается продуктов не знаю я сразу вспоминаю бабушкина слова она всегда говорит что богу очень не нравится когда мы выбрасываем продукты потому что где-то на земле есть люди которые нуждаются в продуктах не могут найти а ты делаешь вот так хотя про одежду про косметику про все 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 можно то же самое сказать но моя бабушка всегда говорит что богу очень не нравится когда мы выбрасываем продукты тем более те которые еще можно есть поэтому я просто села как свинья нажралась из всех картошек я сделала себе пюре добавила две ложки сливочного масла немножко соли и с хлебом все это смела после этого села снимать для вас мукбанг можно было конечно это совместить макдональдс здесь картошка вареная просто когда видео получилось по очень длинном мне обидно когда пишут в комментариях вот ты ешь как мужик ты ешь как свинья сколько можно есть неправильно считать сколько кто ест если посчитать сколько едите вы может получиться приблизительно столько же просто я им на камеру у меня еда близко в кадре поэтому кажется много просто откройте корейских мукбангеров сколько они едят как они это делают я не знаю но я уже очень давно не смотрю корейских мукбангеров мне просто не интересно мне очень нравится когда есть разговор когда нету разговора просто едят мне становится скучно я хочу переключить максимум я могу посмотреть не знаю минуту обожаю когда мукбангер рассказывает там какие-то семейные проблемы что-то сокровенное например кушает и рассказывает например про проблемы с мужем мне очень интересно наелась на все сто процентов все думаю что уже сегодня снять мукбанг точно не смогу а вечером мы видимся с любимым я обязательно вам сниму влог покажу куда мы пойдем что поедим романтика на на этом все мои хорошие спасибо что досмотрели а с вами была эка емили пока